НЭП был свернут, началась сплошная коллективизация и форсированная индустриализация. Это породило новые трудности и сложности. По стране прокатились массовые крестьянские бунты. В некоторых городах бастовали рабочие, недовольные скудной карточной системой распределения продуктов. Словом, внутренняя социально-политическая обстановка резко обострилась. И как результат, по меткому замечанию историка Игоря Пыхалова, сразу же активизировались партийные оппозиционеры всех мастей и окрасок, любители половить рыбку в мутной воде, вчерашние вожди и начальники, жаждавшие реванша в борьбе за власть. Прежде всего активизировалось троцкистское подполье, имевшее огромный опыт подпольно-подрывной деятельности со времен гражданской войны. В конце 20-х годов троцкисты объединились со старыми соратниками умершего Ленина, Григорием Зиновьевым и Каменевым, недовольными тем, что Сталин отстранил их от рычагов власти по причине их управленческой бездарности. Еще действовала так называемая правая оппозиция, которую курировали такие видные большевики, как Бухарин, Янукидзе, Рыков. Эти резко критиковали сталинское руководство за неправильную организационную коллективизацию деревни. Существовали и более мелкие оппозиционные группы, всех их объединяло одно – ненависть к Сталину, с которым они были готовы воевать любыми методами, привычными им еще с революционно-подпольных времен царского времени и эпохи жестокой гражданской войны. В 1932 году практически все оппозиционеры объединились в единый, как его потом назовут, право-троцкистский блок. Сразу же на повестку дня встал вопрос свержения Сталина. Рассматривались два варианта. На случай, ожидаемой с западом войны, предполагалось всячески способствовать поражению Красной Армии, чтобы потом на волне возникшего хаоса захватить власть. Если же войны не случится, то рассматривался вариант дворцового переворота. Вот мнение Юрия Жукова. Непосредственно во главе заговора стояли Авель Янукидзе и Рудольф Петерсон. Участник гражданской войны принимал участие в карательных операциях против восставших крестьян в Тамбовской губернии, командовал бронепоездом Троцкого, с 1920 года комендант московского Кремля. Они хотели арестовать сразу всю сталинскую пятерку, самого Сталина, а также Молотова, Кагановича, Орджоникидзе, Ворошилова. К заговору удалось привлечь заместителя наркома обороны маршала Тухачевского, обиженного на Сталина за то, что тот якобы не мог по достоинству оценить великие способности маршала. К заговору примкнул и народный комиссар внутренних дел Генрих Ягоды. То был обычный безидейный карьерист, которому в какой-то момент показалось, что кресло под Сталиным серьезно закачалось, и поэтому он поспешил сблизиться с оппозицией. Во всяком случае, Ягода добросовестно выполнял перед оппозиционерами свои обязательства, тормозя любую информацию о заговорщиках, которая периодически поступала в НКВД. А такие сигналы, как потом выяснилось, регулярно ложились на стол главного чекиста страны, но он их аккуратно прятал под сукно. Скорее всего, заговор потерпел поражение из-за нетерпеливых троцкистов. Выполняя поручения своего вождя о терроре, они поспособствовали убийству одного из сталинских соратников – первого секретаря Ленинградского обкома партии Сергея Кирова, который был застрелен в здании Смольного 1 декабря 1934 года. Сталин, до которого уже не раз доходила тревожная информация о заговоре, сразу же воспользовался этим убийством и предпринял ответные решительные меры. Первый удар пришелся по троцкистам. В стране прошли массовые аресты тех, кто хоть когда-то соприкасался с Троцким и его соратниками. Успеху операции во многом способствовало и то обстоятельство, что ЦК партии взял под жесткий контроль деятельность НКВД. В 1936 году вся верхушка троцкист-казиновьевского подполья была осуждена и уничтожена, а в конце того же года с поста наркома НКВД был снят Ягода и расстрелян в 1937 году. Следом пришла очередь и Тухачевского, как пишет немецкий историк Пауль Карл, ссылаясь на источники в германской разведке, свой переворот маршал намечал на 1 мая 1937 года, когда в Москву на Первомайский парад стягивалось множество военной техники и войск. Под прикрытием парада можно было привести в столицу и верные Тухачевскому воинские части. Однако Сталин уже знал об этих планах, Тухачевского изолировали, а в конце мая он был арестован. Вместе с ним под суд пошла целая когорта высокопоставленных военно-начальников. Таким образом, право троцкистский заговор был ликвидирован к середине 1937 года. Неудавшаяся сталинская демократизация По некоторым данным, Сталин собирался на этом прекратить репрессии. Однако летом того же 1937 года он столкнулся с еще одной враждебной силой региональными баронами из числа первых секретарей обкомов партии. Этих деятелей сильно встревожили сталинские планы по демократизации политической жизни страны, потому что планируемые Сталиным свободные выборы грозили многим из них неминуемой потерей власти. Да-да, именно свободные выборы, и это не шутка. Сначала в 1936 году по инициативе Сталина была принята новая конституция, по которой равные гражданские права получали все граждане Советского Союза без исключения. В том числе и так называемые бывшие, ранее лишенные избирательных прав. А далее, как пишет знаток этого вопроса Юрий Жуков, предполагалось, что одновременно с Конституцией будет принят и новый избирательный закон, в котором и прописана процедура выборов сразу из нескольких альтернативных кандидатов, и сразу же начнется выдвижение кандидатов в Верховный Совет, выборы в который намечено было перевести в тот же год. Уже были утверждены образцы избирательных бюллетеней, выделены деньги на агитацию и выборы. Жуков полагает, что через эти выборы Сталин не просто хотел провести политическую демократизацию, но и отстранить от реальной власти партийную номенклатуру, которая, по его мнению, слишком зажралась и оторвалась от жизни народа. Сталин вообще желал оставить за партией только идеологическую работу, а все реальные исполнительные функции передать советам разных уровней, избранных на альтернативные основе и правительству Советского Союза. Так еще в 1935 году вождь высказал важную мысль – мы должны освободить партию от хозяйственной деятельности. Однако, говорит Жуков, Сталин слишком рано раскрыл свои планы. И на июньском пленуме ЦК 1937 года номенклатура, главным образом из числа первых секретарей, фактически поставила Сталину ультиматум – или он оставит все как прежде, или его самого сместят. При этом номенклатурщики ссылались на недавно раскрытые заговоры троцкистов и военных. Они потребовали не просто свернуть любые планы по демократизации, но и усилить чрезвычайные меры и даже ввести специальные квоты на массовые репрессии по регионам, мол, чтобы добить тех троцкистов, кто ушел от наказания. Комментарий Юрия Жукова. Секретари обкомов, крайкомов ЦК нацком партии запрашивали так называемые лимиты – количество тех, кого и можно арестовать и расстрелять или отправить в места не столь отдаленные. Больше всех усердствовала такая будущая жертва сталинского режима, как Эйхе. В те дни первый секретарь западно-сибирского крайкома партии просил право на расстрел 10 800 человек. На втором месте Хрущев, возглавлявший Московский областной комитет, всего лишь 8 500 человек. На третьем месте первый секретарь Азова-Черноморского крайкома, сегодня это Дон и Северный Кавказ, Евдокимов. 6 644 расстрелять и почти 7 тысяч отправить в лагеря. Прислали кровожадные заявки и другие секретари, но с цифрами поменьше – полторы-две тысячи. Полгода спустя, когда Хрущев стал первым секретарем ЦК Компартии Украины, в одной из первых его депеш в Москву была просьба позволить ему расстрелять 20 тысяч человек. А ведь там они уже по первому разу прошлись. Сталину, по словам Жукова, ничего не оставалось делать, как принять правила этой страшной игры, потому что партия на тот момент представляла собой слишком большую силу, которой он не мог бросить прямой вызов. И по стране пошел большой террор, когда уничтожались как настоящие участники неудавшегося заговора, так и просто подозрительные люди. Однако вернемся в 30-е годы. В ходе этой кровавой кампании Сталину удалось в конце концов направить террор и против его инициаторов – региональных первых секретарей, которые были ликвидированы один за другим. Только к 1939 году он смог взять партию под свой полный контроль. Любопытно, что некоторые сталинские соратники все же попытались воплотить его планы уже после смерти вождя. Мнение Юрия Жукова. После смерти Сталина глава правительства СССР Маленков, один из самых близких его соратников, отменил все льготы для партийной номенклатуры. Например, ежемесячную выдачу денег – конверты, сумма которых в 2-3, а то и в 5 раз превышала зарплату и не учитывалось даже при уплате парт взносов – лечь санупр, санатории, персональные машины, вертушки – и поднял зарплату сотрудникам госорганов в 2-3 раза. Парт работники по общепринятой шкале ценностей и в собственных глазах стали намного ниже работников государственных. Наступления на скрытые от посторонних глаз права партийной номенклатуры продлились лишь 3 месяца. Партийные кадры объединились, стали жаловаться на ущемление прав секретарю ЦК Хрущеву. Дальше известно, Хрущев навесил на Сталина всю вину за репрессии 1937 года, а партийным боссам не только вернули все привилегии, но и вообще фактически вывели из-под действия уголовного кодекса, что само по себе начало стремительно разлагать партию. Именно разложившаяся в конец партийная верхушка и угробило в конце концов Советский Союз. Впрочем, это уже совсем другая история.